Официальной датой создания Северного отделения Союза добровольцев Донбасса будет считаться 24 сентября. В этот день в Москве Союз отмечал свой первый день рождения. В этот день в Котласе собрались добровольцы из Архангельской и Вологодской областей, республики Коми. Они возложили цветы к вечному огню в память о товарищах, не вернувшихся домой с юго-востока Украины. Официальная часть церемонии прошла в актовом зале городской администрации. На нее приехал и представитель правления Союза Сергей Ширков. Он объявил, что руководителем Северного отделения, в которое вошли Архангельская и Вологодская области, республика Коми, назначен котлашанин Олег Мельков и вручил ему штандарт Союза добровольцев Донбасса. Передается руководителю Северного отделения. Прошу защищать его. Пусть Архангель Михаил будет вашим покровителем. Тем более, все-таки Архангельская область, покровитель Северного края. Нашу очередь. Поздравляю. Поздравляю. Начиная с 2014 года, руководитель Северного отделения принимал активное участие в решении боевых и гуманитарных задач в Луганской Народной Республике. Решение о назначении его региональным представителем Союза добровольцев было принято на заседании правления в Москве в начале сентября. Тогда же глава Союза Александр Бородай поставил перед Мельковым задачи. Во-первых, это объединение людей, защищавших русский мир. Хотя в чистом виде Союз не является ветеранской организацией. Ведь боевые действия на юго-востоке Украины, начавшиеся в 2014 году, не закончились до сих пор. Мы являемся общественной организацией, которая помогает, ну собственно, таким же, как мы сами, таким же добровольцам. Поэтому мы, собственно, проводим большое количество разного рода гуманитарных акций и операций. И главное, во главе угла, конечно, не снабжения Донбасса и тех людей, которые стоят на Донбассе, а тех, кто вышел после войны. Люди нуждаются в лечении, люди нуждаются в социальной реабилитации. Их надо устраивать на работе, им надо как-то помогать в жизни. За год существования Союза более 700 добровольцев получили врачебную помощь. Десяткам из них были изготовлены протезы. Не меньше нуждаются в помощи и поддержке семьи погибших добровольцев. Об этом говорил и отец Василий Черемисин. Он провел молебен возле иконы Святого Георгия Победоносца, покровителя участников добровольческого движения в России. Кто погиб, поддерживали родных, не забывали. Это очень хорошо, что мы с вами умеем помогать друг другу. Чтобы эта помощь была не только на словах, но и на деле. В Котласе и Котласском районе две семьи потеряли своих близких на Донбассе. А всего, по неуточненным данным, погибло 8 добровольцев из Архангельской области. Среди вернувшихся – коряжемец Александр Задорин. В 2014 году, когда я первый раз попал в Донецк, большая часть ополчения состояла из добровольцев. Познакомился там с людьми буквально со всех уголков России. С севера, с юга. Мертесин. Сегодня мы им помогли. Завтра нам помогут. Во всех памятных мероприятиях в день создания Северного отделения Союза вместе с добровольцами, родными погибших, кадетами и членами казачьего общества Северный отдел участвовали руководители правления городского совета ветеранов. Правильно, ребята, делайте. Не жалея своей жизнью, я тоже так же считал в свое время. И самое главное – берегите свою честь до конца. Нагрудные знаки доброволец Донбасса вручили участникам боевых действий, а также тем, кто организовывал и собирал гуманитарную помощь для жителей ДНР и ЛНР. Помогал беженцам, которых в Котласе было немало. Наши Котлашане, наши земляки, они всегда отличались особым чувством, когда необходимо оказать кому-то поддержку, помощь. И когда наши казаки, теперь уже члены общественной организации добровольца Донбасса, вышли с инициативой о том, чтобы собрать гуманитарную помощь для мирных жителей Донбасса, вы знаете, наверное, ни один Котлашане не остался равнодушным. Представитель добровольцев из республики Коми Егор Русский, участник боевых действий, командир подразделения ополченцев, не ожесточился в этой войне. Он считает, что путь к примирению между центром и юго-востоком на Украине есть. Главное – простить друг друга, а еще лучше – установить памятник обманутому народу. Знаете, я там, когда был глава администрации, в некоторых интервью говорил о том, что, наверное, обвинить народ Украины – это неправильно. Я брал этих ребят в плен и на металлисте, когда взяли Надежду Савченко, ее брало в плен мое подразделение. И с ним вместе мы взяли еще 12 человек. И в дальнейшем, знаете, это просто зачастую обманутые люди. Официальная часть завершилась подписанием соглашений между Союзом добровольцев и региональными ветеранскими казачьими обществами о координации совместных действий.